В пятом веке до нашей эры древнегреческий мыслитель Демокрит высказал мысль о том, что вещество состоит из частиц, невидимых глазом. Он считал, что существует предел давления вещества. Эту последнюю неделимую частичку он назвал атомом. Другой древнегреческий мыслитель Эпикур ввел представление о том, что атомы движутся беспорядочно и время от времени сталкиваются друг с другом. Догадка древних мыслителей не сразу превратилась в научную идею. У нее было много противников. Справедливость той или иной гипотезы мог подтвердить только опыт, а осуществить его в то время было невозможно. Поэтому идеи Демокрита и Эпикура были забыты на какое-то время. К ним вернулись в эпоху Возрождения. В 17-18 веках были изучены свойства газов, а в 19 веке построена теория строения вещества, находящегося в газообразном состоянии. Большой вклад в развитие теории строения вещества внес русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов, который считал, что вещество состоит из частиц и сумел объяснить такие явления, как испарение и теплопроводность.